Мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик, сегодня у нас необычный видеоролик, сегодня видеоролик посвященный наболевшей наверное теме, да, сегодня мне бы хотелось бы поговорить, записать видос в виде разговорного, вот такого форматика, давно у нас его не было, если вам нравится, если вы его ждали, да. Поддержите видос, тоже своей активностью, мне будет очень приятно, сегодня поговорим вообще по игре, поговорим о том, что я вообще думаю, что у нас происходит в танках, о том, что флэш скоро умирает, что у нас происходит вообще в игре с онлайном, я думаю, что многим интересны данные замечательные моменты, я стараюсь наверное особо много не говорить по этому поводу, да, но иногда, иногда все-таки хочется высказаться, и даже сейчас я захожу специально на официальный танковый сайт, дабы посмотреть онлайн в игре, сейчас у нас час дня 1 сентября и в игре онлайн 7000, 7000 игроков у нас на данный период времени находится в игре, да, уже школьное время, да, возможно это будний день, но все-таки 7000 говорит очень о многом, это значит, что потихонечку, потихонечку в игре у нас в последнее время онлайн начал падать, когда же он начал падать, спросите вы меня, ну прям так глобально, за последнее время, если уж углубиться в этот момент, я могу сказать точно, что как только вышел арес, онлайн упал порядком полторы, может даже 2000, да, появились вот эти вот замечательные таблички о том, что флэш там скоро закроется, переходите на html, и вдруг внезапно сразу моментально резко онлайн в игре у нас начал падать, игроки, конечно, кто-то резко начал там негодовать по этому поводу, я имею ввиду именно по тому, что начинается вот такое вот выскакивание неприятнейшие таблички, да, которую ты не можешь пропустить, тебе надо ждать там 5 секунд, тебе, ну ты не можешь ничего сделать, просто не можешь ничего сделать, ты обязан просто-напросто ждать, пока у тебя пройдет табличка, вне зависимости от ситуации, плюс, данный арес и вообще все это изменение внесло в игру, настолько большое количество различных багов, различных лагов, да, что-то фиксится, но все равно в большой степени они на данный период времени имеются в игре, я даже в одном из видеороликов показывал, как, с каким багом мы столкнулись там в матчмейкинге, где мы захватили точку в осаде, и все, да, типа она повисла, и до конца боя, как будто она была полностью захвачена, и ты не мог ничего больше сделать но это лишь малая часть того, что я вообще видел за это время, много всяких непонятнейших вещей происходит у нас в последнее время в игре и у меня есть такое ощущение, что их даже никто не фиксит, вот серьезно, просто выходит какая-то дичь, да, условно говоря, это арес, да разработчики думают, что это очень крутая темочка, но при этом в игру с этим обновлением вносятся определенно какие-то коррективы и появляется большое количество всяких недостатков, которые надо фиксить ну а я наблюдаю, что баги есть на протяжении долгого времени, их никто не фиксит, и они остаются в игре соответственно, игроки, которые играют в игру, и которых что-то не устраивает, и они уже находятся на той стадии, когда они думают, может мне вообще не играть начинают сталкиваться с такой дичью, ну по-другому я сказать не могу, вообще никак, да, сталкиваются с такой дичью, что там какие-то лаги, какие-то таблички в виде 5 секунд непропускаемые выскакивают потом ты заходишь, например, в катку, у тебя звук на максимум, корпус не респит, тебе надо как-то зареспиться сталкиваешься с какими-то дополнительными еще проблемами, и понятное дело, что игроки, которые и так уже на нервиках, которые думают, да ну его нафиг когда сталкиваются с такой дичью, они просто думают, да мне нафиг это не надо, я не был вообще катан и все уходит с игры, поэтому те ребята, которые думают, как так, оп-оп и онлайн падает, да здесь все очевидно все максимально очевидно, и я не понимаю, ну просто в душе не понимаю уже на протяжении какого времени для чего, для чего, для чего вы вводите обновления с таким большим количеством всякого рода недостатков ну ладно бы, если бы это был какой-то бомбический, ну просто сверх нереально крутейший корпус, да там его делали, я не знаю, сколько лет, но когда выходит такое говнище, ну я просто по-другому сказать не могу ну это просто говнище, это корпус, который, ну абсолютно вообще не нужен, ну вообще, я не знаю, может для телефона он нужен но для клавы, для вообще, для обычной игры он не нужен абсолютно, вообще, абсолютно не нужен этот корпус это полнейшая шляпа, у него столько же хп, у него, блин, ну нет вообще никакого абсолютно преимущества, вообще никакого он намного хуже мамонта, да, и когда вы там делаете супер миссии там с этим корпусом, еще что-то, да то, ну блин, ну это все так, ну так байтерски выглядит да, я говорил много раз о том, что механика корпуса мне нравится, но если вы делаете, ну новый корпус, ну это же новый корпус, правильно, ну, ну как ты можешь зарекомендовать и как ты можешь вообще, ну, как-то забайтить на покупку, да, если он не тянет ну сделайте хотя бы, ну больше ему хп, ну либо какое-то дополнительное преимущество корпуса ну чтобы игроки его купили, ну это же обычный маркетинговый ход, который можно реализовать в твою пользу и все бы остались бы довольны, даже с учетом того, что в игре имеется большое количество недостатков с вводом данного обновления и данного замечательного корпуса но когда у тебя в игре появляется новый корпус, который абсолютно ничем вообще просто ну вот ничем не лучше других тяжелых корпусов, а только хуже, еще и сложнее по механике и при этом, в всем раскладе, у тебя появляется большое количество дополнительных лагов, багов и новых недостатков то для чего, у меня складывается вопрос, для чего, для чего вообще вводить данный корпус в игру? я не могу этого понять, если вы понимаете это, напишите по этому в комментариях но я, вот я вот в душе, вот у меня уже нагорело, да, наболело, я, ну хотел, да, все это дело высказать я вот серьезно, да, то есть, вот прошло уже, я не знаю сколько, ну наверное месяц наверное месяц прошел, да, примерно свода данного корпуса и я до сих пор не понял, для чего в игру на протяжении долгого времени делали новый корпус который по итогу не является конкурентно способным корпусом в игре, вообще, в принципе ты делаешь корпус долгое время, ты тратишь на него кучу времени ну как это, по крайней мере, говорят, да, я не знаю, там, может быть, на самом деле, там его сделали за один месяц обазарили, что делали два года, может быть, и такая темочка, ну я не шарю, да, как это происходит но суть одна, да, то есть, как бы, долгое время делают корпус, долгое время над ним работают и выходит просто, ну, такой говнище, ну просто, ну, ну просто шляпа полнейшая, просто полнейшая шляпа выходит да, ну и, и что, и что в итоге, ну и для чего это делается для того, чтобы с игры больше игроков ушло или что, ну, для чего, для чего вот это делать насчет перехода, друзья, на флэш версию, с флэш версией на html с этими байтами от разработчиков, это тоже максимально глупая тема ну, вот прям максимально глупая то есть, если вы хотите хотя бы как-то завлечь, завлечь игроков на переход на html версию так вы сделаете хотя бы какой-то подгончик игрокам чтобы у них была мотивация дополнительная заходить, хотя бы смотреть на эту версию а то, что выскакивает табличка по входу в игре, что там, типа, скоро движок закроется и вы должны перейти, но это не байт, это не байт, абсолютно, вообще никакой это, наоборот, бред полнейший то есть, вы, наоборот, показываете то, что вы, типа, вот, вот, либо, либо это, либо ничего, да вместо того, чтобы, например, как я уже сказал дать какую-нибудь, там, плюшечку, да, за переход за, там, скачивание клиента там, ну, я не знаю, там, ну, 5 контейнеров ну, боже, что, это много, что ли? ну, да, это 5 контейнеров за скачивание клиента и все, и все останутся довольны просто все останутся довольны наоборот, челики, которые, там, ну, даже ну, находятся в таком мутном сомнении что, типа, там, html, шляпа, там, или еще что-то, да, или не знают, что это за клиент да, у них хоть будет мотивация хотя бы его скачать и на него посмотреть, то есть, познакомиться с ним а когда выскакивает такая табличка на постоянной основе, у меня, наоборот, только появляется нежелание переходить туда, потому что меня, ну, то есть, это как это называется правильно, если я не ошибаюсь это что-то вроде нативной рекламы то есть, которую ты, по сути, не можешь пропустить, и она тебе не дает никакого преимущества вроде такое, какое-то слово есть я не шарю особо, но, если что, поправьте меня может быть, ну, я хрень какой-то сморозил, но такое слово, где-то я интересно я слышал, короче говоря ну, вы суть поняли, да, то есть тебя заставляют сделать то, что ты вообще по сути сделать не хочешь ну, это бредятина полнейшая я долго вообще не понимаю и уже на протяжении долгого времени не понимаю вообще логики, да игрок и разработчиков игры, да, тех ребят, которые работают вообще в этой всей сфере, да что они делают вообще, и как это вообще происходит в их голове что, ну, как вообще такое может вылиться, да то есть, для чего делать табличку которая уже напрямую выводит на негатив игроков ну, я говорю за многое количество игроков я не говорю за точка за только свою позицию, да то есть, моя позиция еще жестче, да то есть, она меня не только выводит на негатив он у меня, как бы, еще и хавает большое количество моих нервных клеток потому что, ну, когда я залетаю в бой у меня на максимум просто звук вылетает у меня минус уши просто сходу минус уши и ко всему этому я респлюсь без верхней таблички и еще ко всему этому без верхней таблички меня респит я начинаю ехать попадаю в какой-то микромомент на карте и у меня выскакивает на весь экран табличка где мне надо просто 5 минут постоять АФК и за этот момент у меня могут там увести флаг меня могут там нагнуть я мог прожать, например, овердрайв меня сольют там или еще что-то, да то есть, ну, бывают разные ситуации но суть одна это провалище это просто полнейшее провалище которого не должно быть в игре ну, не должно быть такой дичи что выскакивает такая табличка что вводит у нас в игру новое обновление в виде нового корпуса, который абсолютно не тянет да, то есть и потом, да, когда выходят вопросы а как это онлайн падает? а почему онлайн в игре у нас падает? блин так, наверное, надо делать для начала что-то логичное правильное и грамотное чтобы не было потери такого большого количества аудитории который играет в игру на протяжении долгого времени это же не игроки, которые приходят, уходят уходят реально та аудитория и те ну, игроки, которые играют на постоянной основе долгое время они просто забивают болт на игру из-за того, что разработчики сами себя так показывают и сами себя так позиционируют позиционируют как челики которые не хотят делать то что хотят видеть игроки данной игры ну и как я уже давно говорил чтобы подвести черту я скажу одну обычную простую фразу нельзя делать игру лучше не играя в эту игру это, наверное, все, что я хотел сказать сегодня можно так сказать, что у меня немножечко наболело немножечко нагорело пишите свое мнение по этому всему поводу но я считаю, что подобного рода видеоролик обязательно должен был сегодня появиться на моем канале если он вам понравился если вы согласны поддержите его я буду вам очень сильно признателен с вами был мистер Ванька всем, друзья, спасибо за просмотр всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok